В эфире актуальная тема. В студии работает Наталья Домбаева. Здравствуйте! Сегодня в столице Бурятии завершился семинар работы актера над ролью после премьеры. Его проводил известный театральный продюсер и режиссер, президент международного фестиваля «Кук-арт» Давид Бурман. Прямо из театра «Ульгер» Давид прибыл к нам в студию. Давид, добрый вечер! Здравствуйте! Вот сегодня, буквально полчаса корабля на бал, вы прибыли к нам. Добро пожаловать! Спасибо большое! Расскажите о ваших впечатлениях. Сначала мне очень понравилось, что у вас так уютно и приятно, и спасибо, что пригласили. Вам спасибо, что пришли. Да, театр «Ульгер» – это такой бренд Бурятии и Улан-Удэк, и театр, который создаёт совершенно новое театральное пространство, опираясь на свой взгляд. Вот есть замечательный режиссёр у вас, и хорошо, что вы его сохранили, Эрдени Батуачевич Жалцанов, мой старинный друг, который тоже учился в театральной академии в Петербурге. Сколько лет вы уже знакомы? Ой, неловко говорить. Ну, я думаю, что больше тридцати. Да. И так получилось, что мы, когда с ним познакомились, он ещё был актёром драматического искусства. И тогда занимался этим. Ну, и мы тогда близко не общались. Неожиданно, тесно мы стали общаться после того, как появился такой условно русско-бурятский русский курс в Петербургской академии, который предложил… Это был курс Сергея Черкасского, и там ребята, которые сейчас и работают в театре, кстати, здесь, которые стали костяком, показывали спектакль, сотворённый замечательнейшим режиссёром, заслуженным артистом России Андреем Князьковым. Теперь это театр «Хендмейд», есть у него такой театр, очень известный. Спектакль назывался «Игра в 44 руки». В этот момент, увидев этих ребят, я подумал, почему не использовать вот эту историю, как актуальную историю их создания спектакля, в рамках моего фестиваля. Таким образом, мы вдруг неожиданно соединились. Но это была такая креативная идея, неожиданная, мы студентов никогда до этого особо не показывали, ну, так сильно далеко. А тут в клубной программе, и это было настолько неожиданно, когда вдруг ожили вот эти персонажи, когда в руке мы увидели живых героев. Вот таким образом они стали, во-первых, костяком театра «Ульгер», ну и, в принципе, таким образом был создан этот театр на основе вот этих вот самых ребят. Мне кажется, что этот спектакль у них идет до сих пор. Вот лет 30, вы говорите, вы дружите с Эрдени Жалсановым, а вот именно с театром «Ульгер», сколько уже длится ваше сотрудничество? Ну, больше 15 лет, точно. Да, я думаю, что уже 16, 2016. Последний раз, как я понимаю, вы у нас были в Бурятии в 2009 году. Ну, почему так долго к нам не заезжали? Слушайте, путь кочевника, он долгий. Это же был фестиваль «Путь кочевника». Я решил побыть немножко кочевником и возвращался пешком в Петербург. А как потом назад? Вот так вот. Ну, замечу, что процесс-то творческого контакта не прерывался. Они приезжали к нам на фестиваль, они были на фестивале, на всемирном фестивале театров в Москве в рамках проекта «Кукарца до Эрмитаж» еще в 2010 году. Потом мы виделись на всемирном фестивале кукольного искусства в Алматы, где они за спектакль «Дерсуа Зала», который, с моей точки зрения, квинтэссенция этого театра. Это вообще фантастический спектакль. Мы получили три главных премии. И это говорит о том, что театр прямо очень, прямо и не поворачивая направо-налево идет с совершенно внятной заданной целью – это быть ведущим театра в России. Премия – это очень хорошо. Ну, вот вы к нам приехали, как я понимаю, вы уже четыре дня здесь в Улан-Удэ. Очень плодотворно. Каждый день вы смотрели спектакли, оценивали работу актеров. Ну, вот скажите, все-таки, вот сегодня осмотрели «Черную курицу». Я бы сказал, Наталья, не оценивали. Это же все-таки рабочая встреча, семинары – это все равно рабочая встреча. Хорошо, тогда пишите, как вообще проходят ваши семинары. Сначала мы разговариваем вообще на тему того, что происходит в сегодняшнем театральном пространстве. Это уже после спектакля или до спектакля? Вводная часть идет до спектакля, потом спектакль, потом мы в этот момент, когда они показывают спектакль, мы его записываем на видео. Потом мы обсуждаем, как бы с точки зрения и как бы взгляд со стороны самих ребят, самих актеров. Чтобы записывать, и чтобы они видели себя со стороны. Это потом. То есть они после спектакля потом просматривают эту работу. Но сначала мы обсуждаем, как они это представляют. Такая игра inside-outside. Внутри и снаружи. После этого они смотрят, что они играли. Потом мы обсуждаем то, что они увидели. Потом мы определяем. Там достаточно большая еще и теоретическая часть. Потому что очень важно для актера создать мной разработанную историю, которая называется «Паспорт роли». Вот, да, как раз буквально заглянула, чтобы вспомнить этот термин. И «Паспорт роли» достаточно кропотливая и сложная работа артиста, если он считает себя артистом, а не просто актером. Я, кстати, им еще задал такой вопрос. Что с вашей точки зрения важнее быть, артистом или актером? Нет, мы актеры, актеры. Да, да, конечно. От какого слова произошло слово «актер»? От слова «акто». Что это означает? Действие. Артист от какого слова произошло? Акто. Что означает? Искусство. Таким вы хотите быть, конечно, артистами. Тогда начнем работать. Потому что сначала у нас актерская работа, и только после того, когда мы создали паспорт роли, когда мы сформировали всю историю роли, которые от завязки до развязки проходят длинный путь рождения и продвижения дальше, потому что мы же не знаем, что происходит с персонажем, когда закончился спектакль. Артист должен знать. И вот это он должен занести в свою историю, которая называется «Паспорт роли». Расписав, что является текстом, что является действием, что для него внутренний монолог, где подтекст, где у него действие, какое действие, куда я смотрю, что я делаю при этом, что я при этом думаю. Ну и там много-много-много чего артисту необходимо знать, чтобы он был артистом. А скажите, а чем отличается паспорт роли от паспорта спектакля? Паспорт роли – это именно ваше, да? Да, это, скажем так, мною, я пока не встречал, чтобы кто-то еще об этом термине говорил. Хотя мне кажется, что у великого Михаила Чехова и у Станиславского есть. Как давно вы его изобрели? Давно, так как я был и проректором, и ректором филиала Театрального института, а потом был проректором и ректором Федерального института инновационных программ. И мы давно занимаемся, это одна из инноваций, которая помогает и должна помочь актеру получить новый инструментарий. Но очень часто из-за того, что быт заедает нас в жизни, забываем о том, для чего мы вообще появились на свет. А для Театрального деятеля, особенно для артиста, его миссия, так же, как и для вас, как творческого человека, очень важна. Вы точно должны знать, для чего вы существуете, для чего вы пошли на сцену. Нет, но если вы пошли зарабатывать деньги, тогда вы перепутали все, тогда вам нужно работать в совершенно другой структуре. Здесь, с моей точки зрения, мы носители той самой русской культуры и той самой большой глобальной идеи, которая существует как основа государства. Потому что фундаментальной основой государства российского является русская культура. Другого не дано. Но мы не только сильны нашими какими-то идеями или космосом. Мы всегда опираемся на русскую культуру, потому что иностранцы, первое, что произносят, когда ты говоришь, что ты русский, Пушкин, Достоевский, Чехов. Всегда. Что бы ни происходило. Они не говорят Гагарин. Хотя это, конечно, высочайшее достижение. И одно из главнейших наших достижений страны. Бурятия. Почему Бурятия? Почему вдруг Кулан-Удэ? Почему? Что такое? А вы знаете, вы сам парадокс. С одной стороны, вы как малые дети. Вы сохраняете в себе вот ту чистоту и невинность, наивность, которая существует в природе. Вы часть этой природы. И дай Бог, чтобы ваша идентичность, которая очень соприкасается с русской идентичностью, не давала себя уничтожить. Ну, материальный мир же он очень жестокий, он очень пагубно влияющий. Мне нравится, что в Бурятии, как, впрочем, в многих восточных республиках, есть вот эта вот изюминка, знаете, такого и самоуважения, с одной стороны, и все-таки уважения к гостю. Вы еще умеете принимать. Это всегда. Знаете, если едешь в Бурятию, ты понимаешь, тебя тут обласкают, облюбят, обкормят. В общем, ты получишь сто тысяч удовольствий. Но надо и чего-то отдать. То есть, насколько мы сильно отличаемся от питерского зрителя? Или, может быть, есть какие-то сходства? Больше сходства. Потому что мы же живем все в одном интернет-пространстве практически. И сейчас очень трудно сказать, чем Питер-Москва отличается от регионов. Только названиями, только тем, что это Питер-Москва. Но если вы копнете, то вы выясните, что понятие коренной давно уже отсутствует. Ну, что, неужели кто-то остался в 1703 году в Петербурге? Ну, конечно же, нет. Это я не коренной петербуржец, я в Питер приехал 30 лет назад. И любовь моей жизни с 10 лет и мечта. Но я питерский внутренний. Я его воспринимаю как часть себя. Со всеми плюсами и минусами. И как в той шутке говорится, что, когда спрашивают, какая погода сейчас в Питере, дождь давно, с 1703 года. Ну, такой вопрос, наверное, личный. Смогли бы вы жить в Бурятии? Да, конечно. Легко. Я жил 6 лет в Казахстане. И это был такой хороший опыт. Вы же очень легкие в общении. Вы когда принимаете человека и доверяете ему, вы совершенно другие становитесь. Конечно, всегда за восточной улыбкой трудно сказать, что там кроется. Это правильно. Ну, простите, урга всегда знали территорию любви. То есть есть формула, которая, ну, вы же можете, вы способны обкатать необъезженного коня. Это же надо уметь. Значит, природа, да, но гораздо больше. И терпение гораздо больше. Еще, знаете, как сыграть на инструменте из конских волос, это тоже не всякий сможет. Вот я смотрю, вы любите так с корабля на бал. Когда вы только прилетели, я знаю, что вы посетили выставку в музее имени Сампилова «Алла». Ох, ну что вы. Во-первых, я знаю ее работы еще с прошлого приезда. Удивительный ее занавес в... Ой, занавес, простите, как это называется. Панель, панно в драмтеатре. Поэтому... И она один из фантастических художников. У нее есть работа, которая меня просто потрясла. Человек знал, что она уходит. Она знала, видать, это очень давно. И у нее есть работа, которая прямо мурашки по коже. Когда ее лицо с лицом сына пересекается. Такой импрессионизм. Даже тень апостола импрессионизма. И прямо внутренне аж зацепила. Я стою, думаю, не-не-не, не плакать. Ты же мужчина, ты брутальный. Ты суровый. Нет, нет. Это и есть искусство, которое тебя затрагивает. То, что тебя трогает, и есть искусство. Если ты безразлично воспринимаешь мир, значит, это мир материальный. А русский человек – человек духовный. Мы над материальным. Мы над национальным. Сохраняя нашу национальную идентичность, мы все равно становимся и остаемся духовными людьми. Всегда. Давид, а где еще успели побывать? Вот 4 дня, я не знаю, смогли ли куда-то выехать. Особо никуда не ездил. Но не буду открывать много секретов. Что мне очень нравится тибетская медицина. И мне очень нравится бурятский подход к этой тибетской медицине. И мне очень нравится, что именно здесь меня в 2009 году спасли прямо от страшного заболевания, дав мне вот эти горошины и прогрев мои точечки вот этой сигарой, которая исполынилась, чего-то такого неожиданного. Это было для меня просто откровением. Я впервые открыл глаза. Я с большим уважением отношусь к медицине. Но я после вот этого с огромным уважением отношусь к Бурятии, потому что вы смогли сохранить то, что очень многие потеряли. Ну скажите, были в 2009 году у нас последний раз. Что изменилось, на ваш взгляд, вообще в республике, в городе, ну и в плане, в творческом плане? Есть вещи стабильные, которые... Почему мы очень любим провинцию? Потому что вы ухитряетесь сохранить дух. Мы его теряем, но теряем. Мы все время плачем про дух Петербурга. Вот смотрите, что сделали. Вот взяли, разбили там портик Мефистофеля. Вот зачем-то сломали вот это здание. Зачем-то тут разрушили. Ну, знаете, мы очень часто в центральных городах ведем себя, как Ивана Родства Непомнящей. Благо сюда приезжаешь, и ты понимаешь, что есть сохраненные вещи. Конечно, вы развиваетесь. Конечно, мне нравится, что у вас очень активная культурная политика. У вас офигительно, извините за такое слово, министр культуры. Прямо человек, который точно понимает, что такое культура, не разделяя культуру и искусство, формируя культурное пространство, создавая культурно-событийные туристические мотивы и мотивации, оно обязательно выстрелит. Мне очень нравится его подход. Мне говорят, слушайте, вы рождаете оперных певцов, вы балетных мастеров рождаете, у вас цирковые работают в цирке дюсселей. Ну, это ж как, это откуда? Это говорит о том, что природа в вас, слава богу, не отдыхает. Она, из-за того, что вы находитесь, мягко говоря, сильно далековато от центра, вы умудряете сохранить вот то, о чем я говорил, природную чистоту. Сложно. Много, много бросается в глаза такого странного. Но, с другой стороны, легко вечером вышел, прогулялся. Очень хорошая атмосфера взаимоотношений молодых людей. Знаете, жлобства я практически не видел. И это очень серьезно. Это говорит о том, что есть что-то внутреннее, внутренний стержень, который не дает рассыпаться. В 90-х годах, ну, то, что я знаю, было достаточно непросто. И у нас еще какая связь с Бурятией? Когда я был руководителем филиала театрального института, он был царско-сельский филиал, у нас училась девочка Будлана Балданова, которая сейчас очень известная в Швейцарии, в Германии, в Праге, в Чехии точнее, актриса. Ее муж Слава Зубков. Они уже там, у них дочка Саяна. И я поэтому, контакт с Бурятией не был разорван в принципе, потому что она мне первая, она спела впервые, она какую-то песню спела. Что это за песня? И вот она объясняет, что вот это наша природная песня, ее перевести можно, понять нельзя. То есть смыслово она, конечно, там разложишь, но духовная, она в музыке, в самом звучании, в мелодике. И вот это, конечно, Бурятия, знаете, даже ваш ветер странный. У вас солнце светит, и тут такой ветер пронизывающий. Как такое может быть сочетание? Роза ветров. Она все плохое, видать, выдувает. Давид, мы немножко отошли от темы. Давайте вернемся все-таки к главной цели вашего приезда. Вот скажите, какие есть стереотипы действий? Вы учите студентов, а точнее актеров, как выстраивать атмосферу между зрителем и актером? Я бы даже назвал это коммуникацией. Коммуникацией, да. Потому что атмосфера возникает в результате коммуникации. Ну вот вы приходите в театр, на спектакль. Порой зритель невоспитанный, потому что он приходит, не зная даже на какой спектакль. Или он приходит на название, но не знает, кто автор. И понятно, что они готовятся, он же не театральный зритель. Не специально подготовленные, есть такие. И у вас тоже их хватает. Потому что я знаю несколько человек, которые приходят, точно зная на что, как, вычитывая, подготовленные так, что потом могут написать какие-то слова возмущения или наоборот восхваления. Такой зритель тоже нужен. Есть одна опасность в театре, я потом о ней скажу отдельно. Но вот эта коммуникация между артистом и зрителем выстраивается только тогда, когда артист точно понимает, чего он делает на сцене. Но когда он в суете, когда у него за спиной, он незащищенный, он думает очень много о бытовых проблемах. И он это все, к сожалению, собой как багаж несет на сцену. Я помогаю и мотивирую артиста избавиться от этого багажа ненужного. То есть я его не учу. Научить невозможно, научиться можно. Я мотивирую к тому, чтобы серая клеточка, как я им говорю, я себе спрашиваю, знаете, кто такой Еркюль Пуаро? Первокурсники колледжа засмущались, что неужели не знаете, кто такой Еркюль Пуаро? Нет, не знаем. Запишите. Узнаем обязательно. Вчера им дал задание, до спектакля, отвлекся на минуту, до спектакля «Черная курица», который сегодня смотрят, обязательно прочитать. Пришли подготовленные. И это радует. Так вот, эта коммуникация между зрителем и артистом возникает только тогда, когда творческий дух не мешает бытовые проблемы. Вот я этот багаж им объясняю, как снять, как убрать, как используя инструментарий, в который мы закладываем в паспорт роли, сформировать защиту или защитные вехи для того, чтобы не разрушать творческое пространство, а этот креатив, наоборот, поднять до уровня творческого обертона, обертонального звучания. А сегодня я им включал, например, послушать блистательного нашего балалайщника Архиповского. Они слушали «Золушку» и слезы лились из глаз. Потому что это обертональное звучание. Это то, что называется искусство, которое наднациональное, которое ты не можешь понять, почему. Ты слышишь бурятскую мелодию, и тебя за душу хватает. Вроде ничего такого же. Ну что там, пелики-мелики. Потому что душой поет. Ну, все-таки, каков тогда потенциал наших актеров? И вообще в целом театр Ульгар? Очень высокий. Вы знаете ведь, кто такие кукольники? Все считают, что кукольник – это артист, который не смог поступить в театральное училище на драматического артиста. Ну, порой так и есть. Но я приведу два ярчайших примера двух выдающихся кукольников трех. Которые ведущие артисты России. Это Зиновий Герд работал ведущим актером театра кукол имени Сергея Владимировича Образцова. О, Сергея Владимировича Образцова. Роль Паниковского – это гениальный кукольный способ существования в «Золотом теленке», где Юрский играет главную роль Остапа Бендера, Акуравлев-Шуру. И мы понимаем, что образ, который он создал, он использовал, придумав так, как это в свое время разработал Михаил Чехов. Вот вам, пожалуйста, великий кукольник, который, конечно, не имел прямое отношение к театру кукол, но его методология и техника подхода к работе над ролью прямо ложится на наш вид искусства. Дальше. Блестящий Сергей Гармаш. Десять лет проработал в Херсонском театре кукол, ведущем артистом театра кукол. Обожаемый мною Владимир Машков. Вы знаете, что мама была главным режиссером Новокузнецкого театра кукол, а папа – бутафором, реквизитором. И мама не разрешала ему работать целый год артистом, пока он не поработает машинистом сцены. Он вымолил это право только через год работы простым техническим работникам. И потом работал актером второй категории, актером театра кукол. Так что у меня есть формула, спросите любого настоящего драматического артиста, соприкасался ли он с театром кукол в прямую. Он скажет – нет. А с куклами я играл? Так мы все кукольники. Просто мы про это забыли. Я не устаю говорить о том, что взрослым пора иногда вспоминать, что все мы родом из детства. Почему вы именно выбрали это направление? Слушайте, в 10 лет мне попалась в руки кукла, я это рассказывал, это куча этих интервью, но я повторюсь, их в интернете не меряно. Попалась обыкновенная кукла Петрушки. Я взял эту куклу, и вдруг она ожила. Весь двор ходил, смотрел, а это было в пионерлагере, весь пионерлагерь. Ходил, смотрел, что Давид делает с этой куклой. И потом так с ней не расставался. С этого момента, у меня был учитель, выдающийся режиссер, педагог Левьевич Луцкий. Это все было в Ужгороде. Знаете, певицу «Елку»? Вот она оттуда же. Вот это такое место, которое, знаете, самое открытое, самое многонациональное, где русский язык всегда и остается, и будет всегда адекватным языком, языком культуры. И вот так воспитывалась во мне эта любовь, так же одновременно, как и к Петербургу. То есть все вместе читалось, и так пересеклось. А потом оказалось, что в Петербурге, как в любимом городе, еще и замечательное кукольное направление в нашей кафедре. Все, все сложилось. Но это один из моих любимых направлений. Ну, я же занимаюсь не только этим. Но я считаю, что этот вид искусства дает возможность государству не потерять своих детей. Государство разработало в Советском Союзе репертуарный театр кукол. Мне очень нравится, что регионы смогли сохранить именно вот этот подход, потому что он очень точно формирует детскую аудиторию и детское мировоззрение. Как только закроет репертуарный театр кукол, вы получите на улице волну наркомании, алкоголизма и так далее. Есть даже такая формула. Если ребенок хотя бы один раз побывал в театре кукол, то, как правило, он вырастает хорошим человеком. Для меня это аксиома. Ну, может, для кого-то теорема, пусть попытается мне доказать, что это не так. – Скажите, а в детстве вы не сталкивались с такими, может быть, подразниваниями среди сверстников? – Наоборот. – Мальчики ваши, сверстники, играли в машинки, а вы в куклы. – Слушайте, они приходили, смотрели спектакль, где я играю. – А, они же и приходили. – Все было обратно. Я такой был, знаете, как Буратино. То есть фантазер, придумал все, что угодно. И мы с братом разыгрывали. Мне очень нравилось, как брат руками играет. Вот брат играл гениально вот этот хендмейт. Даже, может быть, в большей степени от него заражался. Но он потом ушел в пантомину, а потом вообще ушел в простые рабочие. – Ну и ваши дальнейшие планы, надолго ли вы у нас? – К сожалению, нет. Ну, время же короткое. Время течет. Я потом в «Любимый Питер». И дальше, дальше, дальше по городам Весима и по разным международным проектам. Но вот ближайшее я поеду в Москву смотреть мой любимейший театр «Огниво» в Мытищах. Народный артист Станислав Феджелезкин сделал спектакль «Прощание с матерой», который он выпустил за два дня до ухода из жизни Валентина Распутина. Этот спектакль, который, вот если говорить об уровне театра «Ульгер», легко ставить на… Это одного высокого уровня. Это хай-фай. Это уровень наднациональный, и это духовный, высокодуховный уровень театра. Так что вот такие. Когда нам Бурятию когда? Ну, когда сложится. Ну, слушайте, у вас столько событий. Я говорю, что ваш министр – это просто для меня открытие. Или еще семь лет ждать вашего… Нет, ну, может быть, и быстрее, но все равно страна большая, расстояние много. Надеемся, что в следующий раз… Я думаю, что черную курицу, надеюсь, что мы привезем в Петербург на фестиваль «Кукар» в следующем году. И таким образом наши связи с Бурятией не порвутся никогда. Просто замечательно. Спасибо вам большое, Давид, что пришли к нам. Надеюсь, это наша не последняя встреча. Спасибо большое. Всего доброго.